тема сегодняшней лекции спутниковые радионавигационные системы то есть те принципы на которых они построены ну а план лекции мы рассмотрим орбитальное движение спутников определение координат методом псевдодальности ну и рассмотрим источники ошибок измерений вот вообще говоря людям всегда надо было путешествовать для того чтобы находить новые охотничьи угодья находить новые площади под посевы сельхозпродукции воевать торговать но при движении по поверхности земли у нас всегда есть какие-то зримые ориентиры это горы долины русла рек и так далее то есть но даже в этом случае проводники пользовались большим уважением но когда возникла необходимость в европе осваивать то есть искать новые земли за за морем за океаном возникла проблема а как находить свое местоположение находить свои координаты находясь где-то далеко в море или тем более в океане то есть каким образом а эти предпосылки к тому что людей заставило двигаться за море за океан они были следующие во первых это были и к экономика политические предпосылки то есть во первых средиземноморье было уже достаточно заселено причем там не хватало продовольствия для всех ну и второй такой достаточно важный момент то что османская империя к 15 веку разрослась и фактически перекрыла великий шелковый путь то есть поступление товаров из азии в европу там ткани и продовольствия пряностей прекратилось поэтому собственно европейцы и были вынуждены искать новые торговые пути для того чтобы обеспечивать эти товары вот здесь на слайде показана португальская навигационная карта которая датируется 150 вторым годом это планисфера кантина она построена по результатам экспедиции вас к дагамма христофора колумба и некоторых других понятно что для путешествия в океане нужны были парусные суда но каким образом находить дорогу в океане каким образом искать свое местоположение в океане если вокруг все одинаковое вода и вода и небо и больше ничего нет но наиболее известным и простым прибором является компас мы с вами хорошо знаем что земля представляет из себя большой магнит причем южный полюс этого магнита находится недалеко от северного географического полюса а северный магнитный полюс находится недалеко от южного географического полюса и если мы на магнитим иголочку и подвесим ее на независимом таком подвесе то она вытянется выстроиться вдоль силовых линий магнитного поля земли и будет нам показывать направление на север зная направление на север мы можем всегда отсчитать направление куда нам двигаться дальше но хорошо компас нам показывает направление движения а как определить координаты для этого использовался такой прибор как секстант секстант от того что это шестая часть окружности то есть эта часть окружности в 60 градусов вот используя этот прибор можно определять высоту звезд солнца над уровнем горизонта и таким образом можно находить свои географические координаты но например если мы измерим ночью высоту полярной звезды над горизонтом мы таким образом определяем свою широту зная по специальным таблицам когда в какое время наиболее яркие светила поднимаются ну в наивысшую точку там наиболее яркие светилы использовались это сатурн юпитер венера вот мы можем определить и долготу но это очень непростая задача и которая требовала достаточно серьезных знаний астрономических знаний и умение делать вычисления то есть вот эти люди штурманы да они обладали достаточно серьезной квалификацией ситуация несколько упростилась когда был изобретен такой прибор как хронометр это фактически часы которые поддерживают автоколебания за счет энергии сжатой пружины до этого использовались ну уже в европе достаточно активно использовались маятниковые часы которые кстати говоря были изобретены гюгенсом но для использования на кораблях они не годились вследствие того что корабль постоянно подвержен скачке и такие часы просто врут ну и и зная время точное время на корабле мы можем достаточно легко определить долготу это очень просто сделать если вы часы настроили на время того порта из которого вышли долгота порта известна и определив когда у нас солнце поднимается скажем в самую верхнюю точку то есть определив истинный полдень и замерив время мы можем таким образом найти долготу то есть известно да один час равен 15 градусам по долготе вот ну кроме этого еще использовался такой прибор как лак вот с его помощью измерялась скорость судна относительно воды то есть это такая треугольная доска которая выкидывалась за борт судна вот и которая была привязана на веревку веревка разматывалась через определенные промежутки времени там были навязаны узлы и вот по количеству узлов за заданный промежуток времени определяли скорость судна кстати именно поэтому скорость судов до сих пор измеряется в узлах один узел равен одной морской мили в час одна морская мили это 1851 метр почему такая величина потому что одна морская мили равна ровно одной угловой секунде на дуге большого круга дуга большого круга это кратчайшее расстояние между двумя точками так как земля у нас все таки ближе к шару да вот и фактически вот и такими навигационными приборами мореплаватели пользовались до середины двадцатого века однако в девятнадцатом веке Майкл Фарадей открыл закон электромагнитной индукции на основе которого был построен электродвигатель Майком Фарадеем и более того был построен фактически и генератор который позволял вырабатывать электричество используя энергию вращения магнитной ну скажем так электрической рамки вокруг магнита вот но Майкл Фарадей он не получил к сожалению серьезного образования то есть это был человек самородок он родом из простой семьи очень рано вынужден был начать работать но он посещал лекции очень внимательно читал научную литературу и это был очень такой аккуратный экспериментатор то есть к середине 19 века его в Англии ну и вообще в известном научном мире называли король эксперимента однако описать то что он наблюдает с математической точки зрения он не смог и он обратился к научному сообществу с тем чтобы ну предоставив ему результаты своих экспериментов с тем чтобы кто-то взялся за то чтобы описать вот те явления электромагнитной индукции которые он наблюдал за эту работу взялся Джеймс Клерк Максвелл в отличие от Фарадея он был из богатой семьи получил блестящее образование при этом умел очень хорошо работать там с математикой вот и в результате вот описание экспериментов Фарадея у нас появилось ну во-первых современное представление о электродинамике Максвелл ввел понятие токов смещения показал что возможно излучение электромагнитной волны вот и показал доказал фактически что скорость распространения электромагнитной волны должна быть равна скорости света но это была такая красивая теория однако на практике эту теорию подтвердил Генрих Рудольф Герц в своих экспериментах то есть он раздвинем обкладки конденсатора вот таким вот образом то у нас будет наиболее эффективно излучаться электромагнитная волна собственно говоря в этом и состояла идея излучателя Герца то есть это два таких штыря на конце которых находились пластины фактически как бы пластины конденсатора а между штырями был небольшой искровой зазор с шариками медными так и при подведении электромагнитного электричества которое он получал при помощи катушки Румкрафта а катушка Румкрафта она позволяла постоянный ток преобразовывать к высокочастотному переменному току вот между этими шариками возникала искра излучалась электромагнитная волна и Герц создал простенький приемник который состоял просто из проволоки такой в виде кольца на конце которой тоже были медные шарики вот диаметр проволоки он подбирал таким образом чтобы попасть в резонанс излучаемым электромагнитным волнам и когда у нас на излучателе возникала искорка но это не все то есть Генрих Герц тоже был очень серьезным экспериментатором и он показал что вот эти вот электромагнитные волны которые возникают они то есть он доказал их волновую природу то есть он показал что они подчиняются законам волнового движения там наблюдается отражение преломления дисперсия этих волн вот вот таким образом наступила как бы стала наступать эра радио вот однако когда Генриха Герца спросили а когда же практически можно будет использовать вот ваше изобретение он скромно ответил не знаю ну по одной версии ответил не знаю по другой версии ответил ну лет пятьдесят сто тем не менее уже через год после кончины Генриха Герца русским ученым Александром Степановичем Поповым вот на заседании русского физико-химического общества 7 мая 1895 года был продемонстрирован его прибор грозоотметчик то есть фактически это был приемник электромагнитных волн но тогда источником электромагнитных волн были молниевые разряды кстати сказать этот грозоотметчик он достаточно долго работал на метеостанции показывая грозовую активность в районе Санкт-Петербург работы продолжались и уже через три года после смерти Генриха Герца в качестве источника излучения Попов использовал излучатель Герца был проведен ряд экспериментов также на заседании российского физико-химического общества это 18 декабря 1897 года по старому стилю в химической лаборатории Петербургского университета и то есть из здания химическая лаборатория Петербургского университета в аудиторию физического кабинета который находился в другом здании то есть 230 метров была передана первая русская радио телеграмма то есть кодом азбуки Морзе было передано два слова Генрих Герц надо сказать что Попов не единственный кто пришел к этому ну вот у нас в России он считается изобретателем радио в Америке и в ряде балканских стран изобретателем радио считает Николу Тесла в Европе считают изобретателем радио Маркони вот но тогда эти споры были достаточно горячими потому как это все касалось патентного права ну и соответственно отчислений да от патентов но в настоящее время там уже по этим патентам никто ничего получить не может ни по какому законодательству поэтому здесь накалы дискуссии несколько спал кто же на самом деле первый изобрел радиоприемник ну вот то есть наступила эра радио и фактически вот начиная с конца 19 века в начале 20 века началось бурное развитие технологии радио то есть появились радиопередатчики ну как сейчас принято говорить телерадиокоммуникационные всякие устройства появились радио пеленгаторы радиолокаторы и появилась радионавигация то есть первые радионавигационные системы они были наземными некоторые из них работают до сих пор ну например радионавигационная система омега которая излучает волны сверхдлинноволнового диапазона там передатчики расположены таким образом по земному шару чтобы за счет рефракции электромагнитной волны было соблюдалось полное покрытие радионавигационным полем земного шара и вот уже фактически с середины 20 века и морские суда и воздушные суда большей частью уже находили свои координаты используя радионавигационные сигналы однако 4 октября 1957 года Советский Союз запустил первый спутник Земли то есть аппарат был выведен на ну почти круговую орбиту и он излучал радиосигналы на двух частотах там около 20 мегагерц и около 40 мегагерц излучались короткие радиоимпульсы и все радиолюбители мира с удовольствием слушали эти сигналы однако в академии наук и в соответствующих ведомствах под запуск этого спутника была создана специальная тема научно-исследовательская тема которая так и называлась спутник значит руководителем этой темы выступал Владимир Александрович Котельников вообще говоря это наш земляк и он родился в Казани его дед был профессором Казанского университета отец был профессором Казанского университета но сам Котельников учился в Москве и работал потом в Москве и кстати сказать вот на поле Ершова ему как дважды герою соцтруда установлен бюст здесь у нас в Казани на родине как это было положено в Советском Союзе так вот в результате выполнения этой научно-исследовательской работы было выяснено что возможно решение обратной задачи то есть нахождение координат приемника по измеренным параметрам радиосигнала если мы точно знаем где спутник находится в заданное время то есть в какой точке пространства спутник находится в заданное время и на основе этого то есть фактически вот такой вот искусственный спутник Земли может выступать в качестве опорной геодезической станции и начиная вот с этого момента стали разрабатываться спутниковые радионавигационные системы ну мы опустим радионавигационные системы первого поколения и перейдем сразу к тем принципам на которых работают радионавигационные системы второго поколения то есть те которыми мы активно пользуемся сейчас вот ну для этого нам нужно сделать несколько пояснений вообще говоря исаак ньютон да вывел законы движения исходя из измерений выполненных галилеи то есть он показал что приложенная к телу сила изменяет скорость тела то есть не просто заставляя двигаться тело а изменяет его скорость то есть ньютон сформулировал закон всемирного тяготения который гласит что всякое тело притягивает любое другое тело с силой пропорциональной массам этих тел ну это вот очень хорошо известная нам из школьного курса формулу да значит сюда входит гравитационное постоянное которое в единицах международной системы единиц С на двадцатый год вот имеет такую величину показанную на слайде при этом в ньютоновской теории каждое массивное тело порождает силовое поле притяжения к этому телу это поле называется гравитационным полем вот при этом данное поле потенциально таким образом вот исходя из уравнений второго закона ньютона мы можем записать да что сила действующая на тело она равна м умножить на а где м это масса тела а а его ускорение вот а значит и если мы здесь учтем что у нас масса земли обозначим массу планеты через м большое вот ну расстояние это радиус орбиты да на которой такое тело может двигаться ну в общем случае опять-таки хорошо известно что при движении тела по кругу его скорость расположена вектор его скорости направлен по касательной к окружности а ускорение направлено к центру этой окружности следовательно для ускорения можем записать что это есть v квадрат деленное на r и тогда подставив соответственно в данные формулы вместо ускорения это значение мы получим да можем получить легко выражение для первой космической скорости которая есть корень квадратный из гравитационной постоянной умноженной на отношение массы планеты к радиусу орбиты радиус орбиты он складывается из двух величин это радиус планеты и высота над которой у нас то есть высота где находится тело значит подставляя численные значения для орбиты которая расположена вблизи планеты то есть считая что у нас высота равна нулю мы получаем значение для первой космической скорости то есть для объекта который двигается на нулевой высоте это 7,9 километров в секунду с увеличением высоты орбиты первая космическая скорость уменьшается то есть на высоте 100 километров она будет уже равна 7844 метров в секунду на высоте 300 километров будет равна 7726 метров в секунду то есть это та скорость с которой должно двигаться тело чтобы оно не упало обратно на землю а продолжало свое движение по орбите вокруг планеты период обращения спутника по круговой орбите определяется вот данным соотношением вот если мы выведем искусственный спутник земли на круговую орбиту с высотой порядка 2000 километров то он будет двигаться со скоростью 6899 метров в секунду а период обращения этого спутника будет равен примерно 2 часа 47 минут если мы запустим спутник на высоту 1690 километров то период его обращения будет равен 2 часам вот это вот так называемые низкоорбитальные спутниковые системы ну зная эти соотношения очень легко получить период обращения скажем международной космической станции которая летает на высотах порядка 400 километров если мы запустим искусственный спутник земли на высоту порядка 20000 то есть на высоту 20250 километров то он будет двигаться вот со скоростью 3869 метров в секунду а период обращения вокруг земли будет равен примерно 12 часов то есть в течение суток такой спутник обернется вокруг земли два раза это так называемые среднеорбитальные спутниковые системы ну и если мы запустим спутник на высоту 35850 километров то период его обращения будет равен 24 часам и если у нас спутник будет находиться в экваториальной плоскости то он фактически будет вращаться вместе с землей и таким образом он будет висеть над одним местом земной поверхности вот такие спутники называются геостационарными спутниками хорошо с этим разобрались идем дальше то есть при разработке системы глонас исследования показали да что компромисс между потребительскими качествами навигации и ее сложностью достигается при использовании среднеорбитальных спутниковых систем во-первых здесь влияние атмосферы уже незначительно и спутник об атмосферу не тормозится а во-вторых гравитационные возмущения порождаемые луной и солнцем еще не приводят к быстрым изменениям орбит спутников поэтому вот для спутниковых радионавигационных систем как раз при построении спутниковых радионавигационных систем используются средние орбиты то есть орбиты порядка двадцати тысяч километров если мы построим антенную систему на спутнике таким образом что она будет освещать диск земли с некоторым запасом вот скажем как в ГЛОНАСС да диаграмма направленности антенной системы имеет ширину примерно 38 градусов и она будет освещать земной диск с избытком порядка двух тысяч километров то есть на высоте до двух тысяч километров мы можем создать непрерывное радионавигационное поле таким образом мы можем делать навигацию то есть делать навигационные какие-то поправки не только для земных объектов и воздушных судов но и для низкоорбитальных спутниковых систем которые достаточно активно используются скорость света вот значит вообще говоря впервые скорость света измерил в 1676 году датский астроном Оли Христосон Ремер он заметил что период обращения спутников Юпитера отличается от измерения к измерению но этого не должно быть так как в противном случае спутники бы двигались с разной скоростью а согласно законам Кеплера планеты должны двигаться по одной орбите с одинаковой скоростью иначе они будут уходить с этой орбиты то есть орбита из круговой обратиться в эллипс а если мы еще добавим скорости то может превратиться в параболу это вторая космическая скорость или там в гиперболу да третья космическая скорость вот следовательно он сделал вывод что вот это вот несоответствие периодов захода спутников за Юпитер оно возникает из-за того что у нас расстояние от земли до Юпитера меняется вследствие движения земли Юпитера по своим орбитам и исходя из этого он как раз и провел измерение скорости света ну надо сказать учитывая что это 17 век и приборы были очень такими не точными надо сказать что он ошибся не сильно ну современное значение скорости света у нас 290 790 то есть 290 миллионов 792 458 метров в секунду ну или примерно 300 тысяч километров в секунду значит теперь вот смотрите да если мы и на спутнике и на приемнике одновременно в один и тот же момент времени отмеченный вот тут вот на слайде да зеленой чертой сгенерируем один и тот же сигнал одинаковый сигнал то за счет того что радиосигнал от спутника до приемника будет распространяться какое-то время у нас получится сдвиг между сигналом сгенерированным в приемнике и сигналом полученным от спутника в приемнике тогда проведя скажем так пропустив эти два сигнала через коррелятор да такой прибор который считает взаимную корреляцию между этими сигналами мы по пику функции взаимной корреляции ну или взаимной ковариации это в зависимости от того как центральный момент считается можем определить время которое сигнал шел от спутника до приемника то есть таким образом можем измерить время которое было затрачено радиосигналом теперь зная вот это время и зная скорость света мы можем легко найти расстояние от точки наблюдения до спутника хорошо мы нашли расстояние да но нашли это расстояние откуда и куда то есть нам необходимо ввести систему координат вот спутниковых радионавигационных системах вводится специальная декартовая система координат которая называется геоцентрическая фиксированная система ортогональных координат по-английски называется as centered as fixed значит как построена эта система координат начало системы координат располагается в центре массы земли ось z направлена в полюс мира то есть в условный северный полюс ось x направлена в нулевой меридиан в нулевую долготу на нулевом меридиане на экваторе но за нулевой за нулевую долготу у нас взят гринический меридиан то есть от него идет отсчет то есть туда ну а ось y она составляет правую тройку векторов то есть если смотреть со стороны южного полюса то она будет направлена направо вот такая система координат она вводится практически для всех радионавигационных систем теперь у нас получается да что мы измерили расстояние и если мы знаем координаты спутника x y z да спутника то нам нужно каким-то образом найти координаты нашей точки объекта то есть у нас возникает три неизвестных при этом значит сам радионавигационный сигнал он формируется таким образом что он вместе вот с этими вот измеряемыми импульсами дает еще и информацию о координатах в которые спутник находится в данный момент ну или о тех параметрах орбиты по которым легко можно вычтить координаты спутника x y z в заданный момент времени в момент времени проведения измерений но неизвестных у нас три следовательно мы должны померить одновременно расстояние до трех спутников и тогда у нас получается три уравнения да записанные вот в этой вот декартовой системе координат три неизвестных и остальные параметры то есть мы можем легко найти координаты объекта координаты объекта на поверхности земли но проблема заключается в чем то есть мы же нашли координаты в декартовой системе координат x y z а в геодезии в картографии мы работаем с координатами широта долгота высота то есть нам нужно вот этих вот декартовых координат перейти к геодезическим координатам но здесь у нас есть одна проблема проблема заключается в чем проблема заключается в том что земная поверхность очень сложная и вообще говоря пока не существует замкнутой системы уравнений которые бы с математической точки зрения описала вот эту поверхность земли поверхность земли называют геоидом какой нашли выход из этого положения аппроксимировать вот этот вот геоид тем более что у нас еще и земная поверхность дышит у нас материки туда-сюда плавают они поднимаются опускаются там ну земная кора это очень небольшая скорлупка вот вообще над всем этим шаром и она дышит значит нашли какой выход из этой ситуации решили аппроксимировать этот геоид неким эллипсоидом который примерно точно будет описывать вот земную поверхность и тогда имея вот такой вот модельный эллипсоид который примерно точно будет описывать реальную земную поверхность мы зная координаты x y z легко можем найти широту да широта это у нас угол b проведенный от точки значит где у нас находится наблюдатель к значит перпендикулярно к поверхности да касательной поверхности вот высоту h это расстояние между касательной и точкой наблюдения ну и соответственно можем найти широту да это вот угол проведенный из начала системы координат в точку наблюдения таким образом пользуясь вот этими вот несложными соотношениями можем перейти от геоцентрических координат к геодезическим координатам вот в настоящее время вот такие модельные эллипсоиды то есть каждая навигационная система а глобальных навигационных систем в настоящее время существует четыре используют свою собственную свой собственный эллипсоид ну в глонас это значит он называется параметры земли 1990 года поддерживается военно-топографическим управлением генштаба вооруженных сил российской федерации и последнее уточнение вот этого эллипсоида модельного было в 2014 году в gps используется всемирная геодезическая система 1984 года она удовлетворяет всем требованиям министерства обороны США к картографированию территорий и геодезическим требованиям последнее уточнение вот этой модели было в 12 году в галилео используется своя модель вот это галилео terrestrial reference frame то есть для поддержания этой модели создана специальная геодезическая служба галилео которая обеспечивает участие международного сообщества в определении и поддержании этой системы координат ну и последняя наиболее молодая скажем так глобальная спутниковая радионавигационная система китайская Beidou она базируется на китайской геодезической системе координат 2000 года вот таким образом у нас складывается конфигурация вот этой вот радионавигационной системы спутниковой радионавигационной системы она включает в себя три сегмента то есть это собственно говоря космический сегмент сами спутники да сегмент управления который отслеживает как точно идут часы на спутниках как точно идут часы в самой системе отслеживает движение спутников по орбитам так как они испытывают все таки достаточно серьезные возмущения со стороны гравитационных полей там луны солнца других планет и нужно постоянно проводить наблюдения и оптические наблюдения с тем чтобы понимать как спутник отклонился от своей орбиты и насколько точно он передает свои координаты потребителям ну и третий сегмент это собственно говоря потребители этих сигналов это автотранспорт воздушный транспорт морской транспорт ну и вообще вот 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 все вот это вот тоже мы являемся потребителями этих систем но вроде бы все хорошо все должно работать но существуют проблемы которые приводят к искажениям вот этих вот измерений то есть все подсистемы они должны функционировать в единой шкале времени на практике реализовать это невозможно так как для того чтобы это реализовать мы должны использовать однотипные эталоны времени и частоты везде и на спутниках и употребителей и в системе поэтому в современных радионавигационных системах выделяют три основных шкалы времени но первая шкала времени это наиболее точная это системная шкала времени относительно которой функционирует все остальное вот кроме того так как на спутниках нельзя поставить вот такой серьезный прибор там все немножко проще то и часы у спутников они могут немножечко отличаться по своим параметрам вот и дают нам вот так могут давать нам вот такую вот ошибочку это бортовая шкала времени спутников ну и шкала времени потребителя где все совсем плохо то есть понятно что серьезные часы вот просто сейчас покажу да вот это вот внешний вид стандарта и частоты времени который ну аналог которого используется для поддержания системного времени вот здесь вот указаны его габариты понятно что такую штуку с собой таскать не будешь да сложно вот такую штуку даже на спутник засунуть тяжело поэтому на спутниках вот используются эталоны частоты и времени более простенькие ну а что тут у нас в этих смартфонах там вообще гуляй туда-сюда вот все это приводит к ошибкам в измерении дальности значит а кроме этого вот казалось бы да где Эйнштейн с его теорией относительности и где мы а вот вам здравствуйте вот фундаментальный постулат теории относительности он состоит в том что законы науки должны быть одинаковыми для всех свободно движущихся наблюдателей независимо от скорости их движения этот постулат он был справедлив для законов Ньютона да помню вспоминаем первый закон Ньютона но при этом он распространяется и на теорию Максвелла и на скорость света а скорость света измеренная любыми наблюдателями должна быть одинаково независимо от того с какой скоростью двигаются сами наблюдатели дело в чем дело в том что когда мы с вами говорим о скорости мы всегда подразумеваем скорость относительно чего-то ну допустим автомобиль движется со скоростью 40 км в час да относительно дороги по которой он едет он движется со скоростью 40 км в час а относительно другого автомобиля который едет с ним в соседнем ряду его скорость может быть либо нулевой, либо отрицательной. А если автомобиль едет навстречу, то две скорости сложатся. То есть скорость – понятие относительное. Так вот, были сделаны очень точные измерения в свое время, которые показали, что скорость света одинакова, независимо от того, как мы ее верим – вдоль, поперек или под каким-то углом. Она всегда одна и та же. Вот этот феномен был обнаружен экспериментально. Вообще говоря, очень советую всем слушателям посмотреть книжку Стивена Хокинга «Краткая история времени. От большого взрыва до черных дыр». Там очень хорошо обо всем этом написано, при этом в книге практически нет математики. Там есть одна только формула – Е равно МС квадрат. И полностью раскрыта суть этой формулы. Так вот, скорость света, она всегда одинаковая. Отсюда следует, что абсолютного времени нет. То есть в теории относительности все наблюдатели должны быть согласны в том, с какой скоростью распространяется свет, но у них нет согласия, сколько времени шел этот свет. То есть теория относительности покончила с понятием абсолютного времени. И у каждого наблюдателя может быть свой масштаб времени, который измеряется при помощи имеющихся часов. При этом, значит, вот вблизи массивного тела, типа Земли, время течет медленнее, чем на спутнике, который летает на высоте 20 тысяч километров от Земли, от поверхности Земли. То есть если мы возьмем двое часов, которые идут абсолютно одинаково, абсолютно одинаково здесь, на поверхности Земли, и одни часы поднимем вверх, то окажется, что часы идут так же, но там время течет по-другому. Поэтому они будут показывать другое время. Казалось бы, ну, теория и теория, но вот эта теория, она как раз приводит к тому, что возникает дополнительная ошибка в дальномерных измерениях, которую необходимо учитывать. Кроме этого, радиосигнал проходит через атмосферу Земли, которая имеет очень сложную структуру. То есть нижние слои, там до 10 километров, это тропосфера, потом у нас идет стратосфера, затем мезосфера, ну и дальше термосфера и экзосфера. Причем часть земной атмосферы, где-то от 85 километров и выше, является ионизованной. Ионизация происходит за счет солнечного излучения. То есть мы имеем дело с плазмой фактически. То есть у нас отдельно электроны и отдельно положительно заряженные атомы. Более того, эта плазма, она еще помещена во внешнее магнитное поле Земли. То есть фактически это анизотропная среда. А в анизотропной среде, как мы помним из курса физики, у нас возникает двулуч преломление и возникает дисперсия. То есть у нас электромагнитная волна, радиоволна, проходя через аэносферу, испытывает дополнительный фазовый набег. То есть времени затрачивается в результате дисперсии гораздо больше, чем если бы это было свободное пространство. И это контролируется как раз электронной плотностью в аэносфере, которая, вообще говоря, изменчива. То есть она меняется от дня к ночи, так как процессы контролируются Солнцем, от зимы к лету и так далее. А когда мы рассматриваем всю систему глобально, весь земной шар, у нас там тут одновременно и день, и ночь, и зима, и лето. То есть часть лучей, часть волн проходит через зимнюю, часть через летнюю, что-то через ночную, что-то через дневную. Поэтому они испытывают различные фазовые искажения. Ну и тропосфера. Тропосфера тоже влияет на распространение электромагнитных волн, но там за счет давления, температуры, влажности и так далее. То есть все это приводит к тому, что у нас возникают ошибки измерений. И вот если мы их в такую схему объединим, у нас получается, ошибки складываются. Из-за ошибок часов спутника, из-за ошибок часов приемника, из-за инструментальных задержек у нас радиосигнал формируется не так. То есть требуется определенное время, чтобы сформировать сигнал, и определенное время, чтобы его обработать. А это приводит к дополнительным ошибкам. И релятивистские эффекты. Вот смотрите, релятивистский эффект. Вот у нас дальность 20 тысяч километров. И вот эти ошибки приводят как бы к дополнительным дальностям. Если мы измерим дальность от спутника до приемника, у нас будет 20 тысяч километров плюс еще 13 метров. Нам добавят релятивистский эффект. А спутниковые инструментальные задержки добавят метр. И анасферная задержка добавят от 2 до 50 метров в кажущуюся вот эту дальность. Тропосферная задержка добавят от 1 до 10 метров вот в кажущуюся дальность. И так далее. То есть получается, что мы не очень точно измерили дальность до спутника, да, с приемника. И вот в зависимости от причины происхождения этих ошибок у нас делят, да, погрешности. Это погрешности формирования бортовой шкалы времени, да, погрешности при прохождении сигнала по трассе распространения, погрешности, вносимые приемной аппаратурой. То есть в общем случае мы эти погрешности можем вот выразить в виде такой вот суперпозиции, да. Ну и здесь еще добавим прочие погрешности дальномерных измерений, которые могут носить случайный характер. Следовательно, в действительности мы измерили не расстояние до спутника, а так называемую псевдодальность, которую можно представить вот в таком виде. Это дальность до спутника плюс некоторая добавка, о которой мы ничего не знаем. Ну, мы можем эту добавочку представить вот в таком виде, да, скорость света умноженная на вот эту вот дельту. То есть нам нужно найти не три неизвестных, а четыре получается. То есть как минимум четыре неизвестных. Следовательно, мы должны сделать измерения, одновременное измерение, не до трех, а до четырех спутников. Но это нам дает дополнительную возможность вычислить отклонение шкалы времени у потребителя. И таким образом мы можем подправить шкалу времени потребителя. А так как у нас измерения происходят, ну, достаточно часто, мы можем ее поправлять столько, сколько нам нужно. И здесь уже не так важно, да, какая стабильность у этого генератора. Все равно мы получаем время с точностью, достаточной нам для решения большинства наших, ну, таких утилитарных задач. Вот это, как бы сказать, основы построения данных систем. Ну, вообще, вот, просто перечислим их, те системы, которые существуют в настоящее время. Это глобальная навигационная спутниковая система Россия. Количество штатных спутников должно быть не менее 24. Количество орбитальных плоскостей, в которых они крутятся, 3. Высота орбиты 19100 километров. Период обращения спутника вокруг Земли составляет 11 часов 15 минут 44 секунды. Вторая глобальная навигационная спутниковая система, она полностью называется вот так, Navigation Satellite Providing Time and Range, Global Positioning Satellites, ну, или Systems, там, в зависимости от того, кто как расшифровывает. Да, вот, то есть это навигационные спутники, которые проводят время и дают расстояние. Вот, это спутниковая система GPS. Здесь количество штатных спутников также 24, количество орбитальных плоскостей 6, высота орбиты 20200 километров, период обращения 11 часов 58 минут. Галилео, относительно новая система, которая, в общем-то, вот, начиная с 2020 года уже работает в полном объеме. Здесь количество штатных навигационных спутников 27, плюс 3 в резерве, количество орбитальных плоскостей 3, высота орбиты 23222 километра, период обращения 14 часов 4 минуты 45 секунд. Ну и последняя глобальная навигационная система, это Би Доу, китайская. Она использует 3 спутника на геостационарных орбитах, высотой 35786 километров, и 24 среднеорбитальных спутника. Здесь количество орбит 3, высота орбиты 21528 километров, период обращения 12 часов 53 минуты 24 секунды. Ну и есть еще локальные спутниковые геосистемы, это, значит, японская система, Quasi-Zenite Satellite System, сокращенно QZSS, то есть это региональная навигационная спутниковая система, предназначенная для обслуживания потребителей в Тихоокеанской азиатском регионе. Здесь также используются 2 геостационарных спутника, то есть геостационарный спутник, он находится в экваториальной плоскости, и 5 спутников, которые находятся на квазизенитной орбите. То есть это орбиты, которые находятся не в плоскости экватора, а в другой плоскости, но при этом спутник должен двигаться с большей скоростью, с тем, чтобы он также оставался примерно над тем же самым местом на поверхности Земли. Следовательно, у него более вытянутая эллиптическая орбита, вот большая полуось орбиты 42 164 километра, и спутники вот описывают такую восьмерочку в Тихоокеанской азиатском регионе. Ну и последняя на сегодняшний день рабочая система, это индийская система NAVIC, Indian Regional Navigation Satellite System, она предназначена для обеспечения навигацией на материковой части Индии, причем там выходит за границу примерно полторы тысячи километров за Индию, ну и охватывает большую часть бассейна Индийского океана. Здесь количество спутников на геостационарной орбите 3, ну а спутников вот на такой геосинхронной орбите 5 спутников находится. Ну, надо сказать, что сейчас Великобритания рассматривает вопрос о том, чтобы построить свою собственную спутниковую систему. Ну вот, пожалуй, всё сегодня. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok